Дневник его жены И вот с Дуней мы проминали, разговаривали, и она как-то сказала такую фразу, что идут трое по Питеру, реальные полтора часа. И вот это слово «реальные полтора часа» меня как-то сразу зацепило, и в результате возник сценарий, где действительно происходит прогулка в реальном времени. По сюжету я имею в виду. Снимали мы, естественно, в Петербурге. Я тогда для себя поставил, это первый и последний раз был рекорд. Мы сняли это за 25 дней, хотя у нас здесь есть уникальные кадры, когда впервые знакомятся наши герои. Этот кадр длится, по-моему, больше 20 минут, 24 или 25 даже. Очень долго я подбирал актеров, очень долго. И сначала были выбраны Женя Цыганов и Паша Баршак. Потом была утверждена одна актриса к ним в Троицу. Но попал я на дипломный спектакль, в котором, кстати, я пришел в основном из-за Цыганова. Это спектакль «Фро». И увидел, и, что называется, меня просто покорило ее и актерское, и энергетическое дарование Ира Пегова. И я вот, значит, такой плохой человек, ту актрису. Ну, правда, мы не начали съемки, поэтому у меня, так сказать, были кое-какие еще маневры. Но вот я сразу же утвердил Иру Пегову. И я уже не раз это рассказывал, но это действительно моя группа вся съемочная. Потому что была красивая такая стройная девушка утверждена. А тут пришла Ира, она с удивительно красивым лицом, ну, своеобразной такой фигурой. И мне все сказали, что, типа, я сошел с ума. Значит, как может такая играть? Ни в коем случае. Но через 3-4 дня после первых съемок все кричали, значит, как хорошо, что не та играет, а Ира играет. Такие вот бывают парадоксы. Но это я скорее отношу к интуиции. Потому что, конечно, предугадать было невозможно, как, что. Но вот режиссерская интуиция – это очень важное дело. И угадал. Угадал, точнее, не прогадал. Вот. Мало того, оказалось, что, ну, то, что Цыганов и Баршак, я знал, что они с одного курса учились все у Петра Науча Фоменко. Но Ира тоже их однокурсница. В общем, оказалось, что все трое с одного курса. Для всех троих это была первая картина. И сразу вот такое большое. Я с ними очень хорошо как бы сотрудничал. В том смысле, что еще до появления Иры и до утверждения актрисы, я сказал ребятам, вам идти, вам гулять. Вот вы и давайте рекомендуйте мне, с кем вы хотите. Если Цыганов, значит, он отнесся к этому скептически и не стал никого предлагать. Сказал, это ваше дело, вы выбирайте, с кем мне ходить. Вот. А Паша Баршак отнесся к этому серьезно. И, значит, звонил мне сначала каждые два часа, потом он сказал, ты все-таки пореже. Потому что, я причем не шучу, он говорил, Алексей Федорович, иду по улице, классная девушка такая. Я говорю, ну так ты познакомился? Он сказал, да, познакомился. Я говорю, ну что, она актриса? Нет, конечно, но очень красивая, очень красивая. Потом он приводил даже одну девушку. Но это скорее такие парадоксы, но очень старался он, старался. А когда появилась Ира, значит, выяснилось, что она очень маленького роста, очень маленькая. Ну, в смысле, более-менее нормально, но по сравнению с Женей, особенно с Пашей Баршаком, она была на две головы ниже. А поскольку у нас, как вы видели, вся система наших съемок была построена вообще на таком, как вам сказать, по полудокументальном, полуигровом способе, потому что мы реально снимали на Немском проспекте, вот, скажем, первый этот кадр. Шли реальные люди. Мы, кстати, снимали, было снято три дубля вот этого первого кадра, и мы снимали всегда только в субботу, потому что в субботу наибольший наплыв народа, это нам тоже было очень важно. Но при этом была построена целая система. Вы меня останавливайте, если будет что-то неинтересно, потому что я могу увлечься, видите, хотя 20 лет назад, но как сегодня, вспоминаю. Была придумана целая система. Шли актеры, вот, скажем, Баршак и Пегова. Дальше вокруг них была массовка примерно 30 человек. Около них. Все остальное, вся толпа машины, все это было, кроме заключительной машины, когда тормоз был, там, и светофор, это все, все остальное было в реальности. Это был наш принцип. И очень важно было, да, и где-то в метрах 40 шел я и звукорежиссер. Вот такая была система. При этом, вот, кажется, что все происходит как будто само собой. На самом деле, там 12 актерских подключений, вот, по ходу этой прогулки. Это все довольно тщательно. Мне, кстати, часто задают вопрос, а как это все импровизация? Фигушки, никакой там импровизации не было. Ну, то есть, была ситуационная какая-то, могла быть, что там кто-то заденет плечом, надо было как-то актерам реагировать, это да. Но, в принципе, это все там настолько было железно распределено, что я считаю правильно, потому что... А вот создать эту систему, чтобы это казалось, как будто бы, это сию секунду, это вот уже непросто. Вот, поэтому вот шла такая система у нас еще в те времена. Как вот наблюдать, что происходит в кадре? Я шел, я в наушники слушал только. А оператор Юрий Викторович Клименко, который придумал эту систему съемки, мы снимали по тем временам, таких качественных телефонов не было же, мы снимали такой среднелюбительской камеры, среднепрофессиональной, для того, чтобы и шел, значит, с этой камерой другой оператор. И такое должно быть ощущение, что они снимают для себя. Вот это было очень важно. Чтобы никто, и практически мало кто реагировал, что хорошо. А потом уже, по тем временам, мы в Финляндии с Клименко переводили это все в формат 35 миллиметров. И это была такая непростая задача, технически я имею в виду, но мы как-то справились. Зато было ощущение, что это происходит сейчас, и на нас никто не обращал внимания. Был даже парадоксальный случай, что, тоже я часто рассказываю, когда на Исаакиевский собор вбегала пегла, и по сюжету нашему она должна была упасть в оборок. И мы все это, значит, снимали. Это она бегает на смотровую площадку наверху и падает в обморок. Значит, две тети каких-то, значит, хватают, подбегают к ней и кричат всем, отойдите! Мы продолжали это снимать, настолько было доверие к тому, что происходит, что подумали, что она действительно упала в обморок, но Ира молодец, не подала и брови не моргнула, все сделала, как будто на самом деле это был обморок. Вот, ну, там много было парадоксальных случаев. Вот я начал говорить про рост, вот как бороться с ростом, чтобы сравнять, потому что, когда идешь с камерой, ну, ты же не можешь вот так все время делать, значит, нужно было как-то уравнять. И мы сделали для пеговой два вида обуви. Значит, одна платформа была, я боюсь сейчас соврать, ну, если я не ошибаюсь, 40 сантиметров была платформа. Вот она на такой ходила, вот идет она на такой платформе. Она чуть-чуть потренировалась, но как-то очень успешно у нее это получилось. А вот когда она бегала, вот, скажем, на Исаакиевский собор, там была, значит, 24 сантиметра платформа, там мы немножко сжались над ней. Вот, хотя бежать, тоже несколько дубелей на Исаакиевский собор добежать, до самого верха не так просто. Вот. Ну, вот такие были у нас всякие игрушки, которые нам помогали. Мой самый любимый случай с точки зрения актерской игры, когда, это я всегда вот своим студентам рассказываю, как важно режиссеру вот почувствовать, что и как. Значит, мы, вот, помните, там сцена под дождем, значит, ну, как назло, всегда, естественно, это снимали мы в августе месяце, обычно дождливом, в Петербурге, но вот дождей не было. Мы вызвали две пожарных машины, значит, поливали, все стали мокрые, в том числе и я, и вся группа. Вот. Мы прошли одну, так сказать, то, что называется, прогон, такую репетицию сделали, все было хорошо, начали снимать один, второй, третий дубль. И там такая сцена, на эмоции построена, на какой-то непосредственности, и я чувствую, что у Иры что-то не то. И подхожу к ней и говорю, Ира, в чем дело, что с тобой, что-то случилось, может, у тебя что-то, я не знаю, там какое-то она получила сообщение нехорошее или еще что-то. Она говорит, нет, мало воды, я не чувствую воду, чтобы я была вся мокрая, хотя она стоит абсолютно промокшая вся, вода течет и так далее. И я вот этот случай часто рассказываю, потому что, ну, как надо реагировать, надо сказать, ты что, с ума сошла, что ли? Ну, смотри, ты вся мокрая, давай-ка еще раз. Вот, но я так, это тоже надо принимать решение почти мгновенно, нельзя показать, дело не в том, что ты думаешь там или принимаешь какое-то важное решение, нужно, чтобы это было предельно, ну, как вам сказать, не запрограммировано, а вот сиюсекундно. И в этом тоже состоит тяжесть нашей профессии, что вот надо вот сейчас принять решение, что делать. И я неожиданно до самого себя сказал, съемка на сегодня закончена, обратился вот к директору картины, говорю, завтра еще, пожалуйста, две пожарных машины. Значит, все сделали такие глаза, тем не менее, слава богу, пока еще режиссер имеет право так скомандовать, но тем не менее, потом мне задавали вопросы, директор, она говорит, ну что вы, Алексей Фимович, ну какие еще две машины, куда, значит, деньги, то, пятое, десятое, и так, значит, вода льется ручьями и морями, я говорю, давайте сделаем так, как я сказал. Значит, и на следующий день приехало только не четыре, а еще одна машина, ну это, и с первого дубля мы все сняли. И я думаю, что, конечно, дело не в воде было, но если бы я начал напирать и говорить, что дело не в воде, мы бы не получили такого результата, вот как вы видели на экране, вот, поэтому вот тут очень важны такие тонкие вещи, которые надо сообразить. Кстати, Ира потом снималась и в моей следующей картине «Космос как предчувствие», где играла с Леной Лядовой, сестер. Лена, кстати, Лядова теперь тоже суперпопулярная актриса, тогда первый раз она снималась. И там была сцена, когда, это вопрос о том, как опять работать с актерами, как психологически, там была сцена, когда она объясняется со своим молодым человеком, которого играл Женя Миронов, повара, значит, там, котлетки в маленьком городке и так далее, и так далее. И она изменила ему, и он ее об этом расспрашивает. И там была такая фраза в сценарии, в замечательном сценарии, который написал Александр Мендадзе, который меня когда-то покорил, просто блестящий сценарий был. Вот, но надеюсь, больше мы его не испортили. Вот, и там была фраза, он меня поцеловал туда. И, значит, как вот объяснить актрисе, как это надо сказать, с каким, с придыханием, безантенционно как-то, или еще что-то. И я подошел с некоторым смятением, что говорить, и как действовать актрисе, я говорю, Ира, вот это на меня посмотрел и говорит, Алексей Ефимович, ничего не говорите, я все сделаю, как надо. И она действительно с первого дубля это сказала абсолютно не пошло, никак с каким-то удивительным для нее тогда еще совсем молодой актрисы вот этим ощущением, что было здорово, здорово. Поэтому тоже очень важно, есть актрисы, актеры, которым надо иногда что-то и разжевать, доказывать, рассказывать, а есть, которые работают на чувстве. Вот Ира, она из тех замечательных совершенно актрис, которые, к сожалению, сейчас используют так довольно однозначно, такой как бы русский типаж, русской бабы и не более того. Она, конечно, у нее диапазон совершенно колоссальный, колоссальный, и жалко, что вот ее так используют. А вот пока у меня, она еще снималась у меня в одной картине «Восьмерка», маленькую роль там играла. Вот, так что, вот, если говорить про актерские, как и что, но это можно часами рассказывать, и не только по картине прогулка. прогулка еще интересна тем, что мы с Дуней никак, точнее, она как сценарист, я никогда, практически никогда не бываю соавтором, я активно принимаю участие в работе со сценаристом, но считаю, что это отдельная профессия, да, предложение, выработки линий героев, это мы активно обсуждаем сегодняшнее, и тогда обсуждали, и ругались много, и так далее, и так далее, но не вмешивались, мы никак не могли придумать финал, никак, и не она, и у меня каких-то мыслей, мы даже конкурс в группе объявили, где там были предложения снимать в Италии финал, там еще какие-то вещи, в общем, такие были экзотические и разные вещи, но вот закончили мы съемки в августе, в конце августа, а финал мы сняли только в конце октября, и вот тогда возник Евгений Гришковец, который тоже тогда практически впервые снялся, но сыграл, на мой взгляд, очень любопытно, интересно. Вот из того, что я мгновенно вспомнил, это вот это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...